Приветствую вас. Вопрос касается интимной сферы между мужем и женой. Автор вопроса муж, который, в общем-то, говорит о том, что его несколько не устраивает поведение его жены. Его не устраивает поведение его жены в интимной сфере. Разные темпераменты, разные потребности приводят в определенной степени к конфликтам, так и к некоторому неудовлетворению мужа, о чем он, собственно говоря, и пишет. Он также пишет о том, что с психологами работа была проведена, и они выросли. Но он также говорит, что несмотря на общий личный рост, потребность в сексе и некоторая неудовлетворенность в целом интимной составляющей отношений осталась. И никуда не делать. Мужчина говорит о том, что в силу неудовлетворенности ему приходят мысли о том, чтобы начать, значит, он хочет, ну, грубо говоря, встречаться там с любовницей, вот, но он этого делать не хочет, потому что свою жену любит. Вот. И, собственно, всё. То есть на этом, как бы, текст заканчивается в данном случае. Аноним, скажите, пожалуйста, о всем ваш вопрос. То есть вы от психологов чего хотите? То есть, ну, вам как-то, на мой взгляд, нужно сформулировать свой вопрос, свой запрос, чего вы хотите. Это первое. Второе. В целом, вашу ситуацию, такую вот, если можно так выразиться, общую картину вашей ситуации, можно подразделить на несколько вещей. Во-первых, это результат вашего собственного опыта. Да? В том числе опыта, возможно, негативного. То есть это потребность в любви, которую вы говорите, что, ну, замечаете, которую вы говорите, что знаете, и вы сейчас, по вашим словам, ищите возможность для себя, так скажем, находить другие источники этого. Вот. А потребность в любви, о которой вы говорите, это некоторое непринятие себя. Ну, фактически. То есть мы можем в данном случае, вероятно, говорить о том, что вы по какой-то причине себя не принимаете. То есть вот, ну вот, что-то в себе, да, что-то в себе, по-видимому, вы не принимаете. Вот. И здесь в этом смысле нужно, конечно, постараться разобраться в том, а что же вы в себе не принимаете. Если вот не принимаете. То есть не является ли, не является ли ваша потребность в сексе следствием ваших личностных проблем? И если является, то, соответственно, это корректировать. Это первое. Это первый момент, на который нужно обратить ваше внимание. Второй момент заключается в том, что, безусловно, потребности и темпераменты, они разные. И если вы, к примеру, считаете, допустим, если вы считаете, что то, о чем вы говорите, является, ну, скажем так, является вашей особенностью, является вашей, допустим, индивидуальной потребностью, да? К примеру, к примеру, то в этом смысле и в этом случае, конечно, можно говорить о том, что женой эту тему нужно обсуждать. Как мне кажется, в той или иной степени речь идет об отсутствии у вас сексуальной совместимости. Ну, как мне это видится, по крайней мере. И вопрос этот решается компромиссами. Компромиссами. Компромиссами, как, например, с вашей, с вашей стороны. Компромиссами, как, например, со стороны жены. И естественно, естественно, что ваша жена не может идти против себя. То есть она не может делать чего-то, что не хочет, чего не может и так далее. С одной стороны. И с другой стороны, вы не можете. То есть если вы говорите о том, что вы личностно выросли, то необходимо обсуждать это. Необходимо говорить об этом. Необходимо выражать это. Понимаете, да? И вот тогда, и вот тогда вы можете к чему-то прийти. Сейчас же, как мне видится, ну, у вас просто есть определенные ожидания от своей жены Надежды. Как бы на то, что она как-то вот изменится для вас надежда на то, что она, ну, что-то будет делать для вас. Надежда на то, что ваша жена всё-таки будет такой, какой вы хотите её видеть. Только это ведь не так. Ваша жена всё равно не сможет быть такой, какой вы хотите, по крайней мере, в полной мере. И вам нужно решить, можете вы принять это или нет. Вот. Понимаете, да? Я ни в коем случае не говорю о том, что вы должны терпеть. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы должны терпеть то, что вам не нравится, то, что вам не по душе. Я ни в коем случае не хочу это сказать, но я хочу сказать, что это нужно обсуждать, об этом нужно говорить. Вот. И принимать какие-то решения. Вот. Это первое, что хотелось бы сказать. Да? То есть это вот те моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Теперь. Вы пишите. Значит, я был активным, да, значит, мне моя энергия сексуальная помогала быть харизматичной, давала много сил на разные проекты. Вот. А значит, далее вы описываете свою интимную жизнь с женой. Я не буду это зачитывать, потому что это какая-то информация, ну, достаточно конфиденциальная. Ну, вот, что вы пишете дальше. Я вначале говорил много всего приятного и поддерживал, давал ей ощущение безопасности. По идее, мне кажется, сейчас я должна была ее расслабить, но прогресс шел еле-еле. Знаете, на что это похоже? К моему большому сожалению, это похоже на то, что вы пытались, пытались из своей жены сделать кого-то. Вот, к сожалению, на что это похоже. То есть, похоже это больше на то, что вот вы все это делали для нее. И похоже на то, что вы делая все это надеялись превратить свою жену в того человека, который вам нули, который вам нули, к сожалению. То есть, вы это делали не для, условно говоря, того и не только потому, что, например, вам этого хотелось. Ну, вот, для своей жены. А вы это делали для того, чтобы оба. Вот, в итоге, как-то получить вот то, что вы хотели. То есть, иными словами, да, вот, чтобы рядом с вами был тот человек. То есть, у вас возникли ожидания. У вас были ожидания. И дальше вы пишите, я очень много отдавал, я очень много себя проявлял, да. Вот. И, соответственно, у меня сейчас появилась злость. Пишите вы. А, злость на, вот, как раз, свою жену. А, то есть, что здесь происходит? Происходит то, что вы нарушили свои личные границы. А, к сожалению, вы нарушили свои личные границы, к сожалению, именно тем, что делали больше, чем вам было комфортно. В надежде, в надежде получить то, что вам нужно. Понимаете, да? Это вот, как мне кажется, и есть вот такая проблема, что ли. Вот. Проблема заключается в том, что вы изначально нарушили свои личные границы. Вот. Дальше. Так. Значит, я начал злиться на неё. Вот как раз-таки злость, это вследствие того, что личные границы были наручны. У нас были долгие разборы полётов по моей инициативе. Что это за разборы полётов? Это выяснения, это требования. Ей это не нравилось, но я хотел решить ситуацию, она не понимала во всем проблем. Что значит решить ситуацию, да? Чтобы ваша жена была такой, какой вы хотите её видеть. Вот. Налегу выходить не хочу, потому что я её очень люблю, не хочу причинять боль, но не понимаю, что мне делать. Ну, как бы здесь, повторюсь, только искать компромисс. Я работал с психологами, она работала, мы вместе консультировались, общий прогресс есть. Но вопрос интимная такая осталась. Правильно, потому что у людей разные потребности. Бывает, что интимные люди не совместимы. Дальше. Из-за недополученной любви от родителей я стараюсь компенсировать это её любовью. Но я понимаю, что мне жизненно необходима женская энергия. Она мне её даёт мало. Это, конечно, довольно интересная формулировка. Значит, первое. Вы говорите из-за недополученной любви от родителей. То есть, откуда и почему вы в этом смысле решили, что вы недополучили в этом смысле любви родителей? То есть, вы так вот почему решили там? То есть, здесь вы занимаете, ну, вот в какой-то степени, на мой взгляд, я бы сказал несколько жертвенную позицию, что ли. Вы говорите, мне необходима жизненная женская энергия. Что это, извините, значит? Что есть женская энергия? Я могу идентифицировать это как вашу своего рода потребность чувствовать себя мужчиной или чувствовать себя любимым и так далее. Но вообще говоря, получается не очень хорошая история, что вы говорите, что вот я любви родителей в детстве не получил, поэтому мне нужна компенсация и поэтому я могу требовать там и от своей жены что-то и о, значит, любовнице думать и так далее. Понимаете? И дело здесь совсем не в том, что вы чего-то можете и чего-то не можете. А дело в том, что дело в том, что вы это делаете как бы из жертвенной позиции, что вот я недополучил любви. Ну, вам с этой историей, с историей недополучной любви, конечно, желательно бы поработать, чтобы хотя бы это не выступало двигателем вашего поведения. Понимаете, да? То есть, чтобы если и было, если и было, например, что-то мотиватором, то не это. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Ну, вот вы пишите, я понимаю, это у меня академия женской энергии. То есть, вот эта потребность женской энергии нуждается в разборе и проработке. Дальше. Я понимаю, что хочется только быть с одной женщиной, которая даст мне и любовь, и общение, и признание, и секс. Так. Я полагаю, что вы в целом здесь совершаете следующую ошибку. Вы тяготите к отношениям, в которых вы хотите что-то получить. Вот в чем проблема. Отношения, в которых я хочу что-то получить, по праву можно назвать деструктивными и дефицитными. Потому что в них всегда есть вот этот элемент, что я нуждаюсь. Понимаете, да? Вот. А когда человек нуждается, он не свободен. Вот и вы в какой-то степени по этой причине не свободны. И отношениями вы не можете наслаждаться. Понимаете, да? Какая здесь история. Дальше. Так. Далее вы пишете про жену. Что она не может это... Это в данном случае к делу не имеет отношения. Я понимаю, что мне хочется. Я хочу, чтобы любимая женщина меня все время завлекала в интимной сфере. Не выпускала из постели в каком-то смысле. И относилась к сексу как безграничному удовольствию. Не как занятиям, которым надо заниматься, потому что я в браке или потому что я для нее что-то сделал. И меня надо отблагодарить. Смотрите. Да. Это верно. Но при таком подходе довольно странно. Я бы сказал, что ваша жена, вот знаете, это такой образец правильности, образец правильности. Вот. То есть ваша жена, ну никак не похожа на тот образ, который вы описываете. Вот. И ваша жена, она вообще, ну другая. Да, как бы. Вот. То есть ваша жена, она не такая. И возникает вопрос. Ну, у вас вроде бы довольно четко сформулированы потребности. Ваш. Да. Ну, то есть как бы вот вы говорите довольно четко и довольно ясно, довольно прямо о том, что вы хотите. И, казалось бы, подобрать такую женщину, выбрать такую, выбрать такую женщину вполне возможно. Но вы выбираете другую женщину. Вы выбираете женщину, которая ведет себя по-другому. У которой, ну, я бы сказал, так, ценности, ценности другие. Вот. Вот. И это опять же порождает вопрос. Как вы выбираете быть со своей женщиной каждый день? Понимаете? Понимаете? Как вы выбираете с ней быть? Вот такая вот история. То есть тут конфликт. Лично мне кажется и лично мне видится, что вы свою жену выбирали как-то вот по той вот тенденции, да, что она правильна. Либо по тенденции, либо по тенденции такой, что я сделаю из нее то, что нужно мне. Вот. Если это так, то это проблема. Вы говорите, что любите ее, но любовь означает безусловное принятие, как бы, партнера. В вашем случае этого нет. То есть вы не принимаете ее, как бы, ну, безусловно. Вот. Что как бы немножечко позволяет усомниться в том, что вы вот ее любите. Вот. Либо вы ее любите, но есть серьезные факторы, которые в той или иной, по той или иной причине вам, условно говоря, вмещают. Да, вмещают как-то вот, ну, свои чувства выражать. Вот. И вот этот абзац, где вы пишете, что хочу, чтобы любимая женщина меня отвлекала и так далее. Этот абзац, он очень сильно отдается мне как потребность в том, чтобы быть важным, быть значимым, быть нужным. Быть ценным через секс. Либо, если, допустим, у вас это не отвлекается никак, то, что я, например, говорю сейчас. То в таком случае мы говорим все же о разных темпераментах и о разных предпочтениях. Вот. О предпочтениях именно вот, ну, как бы, в интимной сфере. У вашей жены одно у вас другое, да, и как бы, ну, вот это мне представляется как вполне себе нормально. Вот. Но, опять же, при том, что вы хотите, значит, отношения со своей супругой, допустим, сохранить, да, и не хотите ей изменять, то очень важно максимально полно выражать и обсуждать то, что вас волнует и то, что вас в этом смысле беспокоит. Вот. Я бы сказал, что только, только максимальное доверие может вам помочь. Ну. В этой, эм, ситуации. Так. Дальше. Вы пишите, она, моя жена очень красивая и сексуальная женщина, которая невероятно меня привлекает. Эм, ну, и её отказы и пассивность, единственный камень представления. Эм, вот, знаете, какая штука? Эм, вы говорите про отказы и пассивность. Эм, и, при том, при том, что вы как-то говорите про личностный рост. Да? А, вот. Ну, я имею ввиду свой личностный рост. А, вот. При том, что вы говорите об этом. Ээ... Я бы сказал, что очень ээ... Что очень Champions, что очень странно, на мой взгляд. что при наличии личностного роста вы воспринимаете поведение вашей жены как отказ. Вот это вот я бы сказал очень и очень странно. Если вы, как вы говорите, личностно выросли, то ваше восприятие, ну, супруги, да, ваше восприятие супруги должно было измениться, должно было поменяться. В этом смысле вы, на мой взгляд, должны были, ну, я понимаю, как это звучит, да, должны были, в смысле должны были. Нет, на самом деле вы не должны ничего, вот, просто я здесь как-то больше про какую-то прогрессивную шкалу говорю, да. Вот, надеюсь, что вы меня в этом смысле поймёте, да, даже, что я не говорю о том, что вы вот должны, прям должны-должны что-то, а я больше именно про прогрессивную шкалу в данном случае говорю и говорю о том, как, вот, на мой взгляд, да, ситуация должна была развиваться. Так вот, при наличии, при наличии, значит, личностного роста, у вас бы в этом случае, на мой взгляд, смещался бы фокус с её поведением, отказой, пассивностью, да, на что-то другое, то есть вы видели бы в этом её личность. Но, судя по тому, что вы пишете, вы воспринимаете это по-прежнему так же, и вас это задевает. То есть здесь проблема вашего восприятия этого поведения, и восприятия, значит, восприятия в контексте себя, то есть как я это для себя воспринимаю, то есть мне отказали, да, меня это задевает. И то, что вы в контексте своей жены видите в этом, в первую очередь, отказ, да, и свою невостребованность, а не её поведение, не её выбор, не продолжение её личности. Понимаете, да? Вот поэтому мне и кажется, что интимная сфера для вас это попытка доказать и показать, что вы значимы, что вы ценны, что вы нужны. Не случайно, на мой взгляд, это вот как-то, ну, как это сказать, генерировало энергию на ваш проект. Повторюсь, если вы с этим не согласны, то это история о несовместимости в интимной сфере, интимной сфере, вот. И я, наверное, не совру, если скажу, что, ну, в принципе, это довольно частое явление, вот, к сожалению. Люди либо смиряются и, ну, привыкают к этому. Либо люди, вот, находят какой-то компромисс. Это зависит от уровня, в этом смысле, зрелости отношений. Вот. По моему скромному мнению, если я человека люблю, то я воспринимаю любое его действие как, ну, продолжение, что ли, продолжение его личности. Вот так я бы сказал. Если я именно, вот, человека люблю. Ну, это не означает, что у вас, вот, должно быть прямо так же, само собой. Вот. Но, тем не менее, вот, вам как-то вот, эээ, хочет, вам хочется, эээ, поменять ее. Вам хочется ее изменить. И это, вот, на мой взгляд, свидетельствует, ну, вот, о конфликтах. О конфликте внутри вас, либо вы себя, эээ, как-то вот, ну, как-то обманываете, да, и, эээ, вот. За любовь вы даете, эээ, что-то другое. Например, эээ, то, что ваша жена, эээ, реагирует, ну, вот, реагирует на вас, эээ, вот так, как она реагирует. Эээ, для вас это, соответственно, вызов, эээ, вот, эээ, то есть, ну, как-то, да, она, она мне отказывает, да, она меня отвергает. Эээ, и, соответственно, вот, это вызывает в вас, ну, вот, эээ, желание, как бы, продолжать с этим бороться. Эээ, вот, так это мне видится. Эээ, могу ли я ошибаться? Да, эээ, само собой. То есть, само собой я могу, эээ, могу быть не прав в этом смысле. То есть, я, я, я могу, эээ, неверно все понимать, да, то есть, как бы, ну, вот, вы можете, ээээ, там, не согласиться со мной, и, эээ, у вас, может быть, свое мнение. Эээ, эээ, тут, тут, эээ, вот, большая, ээээ, проблема в том, что вы не сформулировали свой запрос, свой вопрос. То есть, чего вы хотите? Если вы, как вы говорите, работали с психологами, то почему перестанут? Тем более, что прогресс у вас намечался. Понимаете, да? То есть это вот тоже момент, что вы как-то вот, ну, в данном случае, вышли, получается, из работ. Вот. Я бы на это вот как-то тоже постарался бы обратить внимание. Вот. И, соответственно, уже на это бы, ну, по крайней мере, это можно было бы использовать как некую точку отсчета. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, значит, над собой начать работу, да. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вы молодец, что заговорили сейчас об этом. То есть вы большой молодец, что начали об этом говорить. Большой молодец, что подняли эту тему. Я не думаю, что вам было это сделать просто. Вот. Вот. Но то, что вы это сделали, вы молодец. Вот. Теперь как бы в этом смысле дело только остается за следующим шагом, за формированием запроса и для работы. Вот. И да, считает ли жена проблемой то, о чем вы говорите. Вот. Ну, я бы сказал, что диалог, вот диалог между вами, возможно, тоже имеет смысл подкорректировать, чтобы вы общались более конструктивно. Всего вам самого доброго. Удачи. Спасибо.